Рад вас приветствовать на нашем очередном видео, посвященном балансу между памятью и временем. В прошлый раз мы обсуждали быструю сортировку. Это первая из сортировок, у которых сложность nLogN. Она является модификацией сортировки пузырьком. В ней мы няли элементы не соседние, а далеко стоящие друг от друга, и ставили на место элемент не максимальный, а какой-то элемент, желательно так, чтобы он находился в середине. Благодаря этому мы получили сложность nLogN. Сейчас мы рассмотрим альтернативную сортировку, которая базируется на другой медленной сортировке. Рассмотрим сортировку вставкой или insertion sort. Идея ее основная следующая. Пусть у нас уже какое-то начало массива отсортировано. То есть первый m элемент, они отсортированы. Возьмем следующий элемент, m плюс первый, который просто добавим к этой отсортированной части. То есть как бы сольем эти две части, вот этот m плюс первый элемент и большой отсортированный кусок начала. Ну или встаем его на нужную позицию. То есть смотрите, будем считать, что вот у нас сначала нулевой элемент, он уже отсортирован. Массив из одного элемента считается отсортированным. Если раз мы добавим к нему первый элемент, то достаточно просто обменять их в случае, если они не в правильном порядке. Дальше уже общая логика. Первые два элемента, они отсортированы. Мы вставляем в этот отсортированный кусок дополнительный элемент второй. Хорошо. Дальше первые три элемента отсортированы, мы вставляем туда дополнительный элемент третий. Первые четыре элемента мы вставляем в четвертый и так далее. То есть если первый m плюс один элемент отсортированный, мы новый элемент с индексом m плюс один вставляем в этот уже отсортированный, находим его вместо и туда помещаем. То есть с одной стороны мы вставляем новый элемент отсортированный, получаем кусок массива отсортированный на единицу больше. С другой стороны мы можем это трактовать как соединение двух отсортированных кусков, первый из которых это вот это начало массива или префикс стоящих из m плюс один элементов. И второй это один элемент, который находится непосредственно после вот этого отсортированного куска. Ну в итоге у нас уже все кроме последнего элемента отсортированы. Мы добавляем еще один элемент и получаем итоговый отсортированный массив. Давайте посмотрим на примере. Вот у нас, например, есть массив, который мы хотим отсортировать. Один уже отсортированная часть. Дальше добавляем к нему четверку, единичка отсортирована. В данном случае не надо обменивать, а это получается отсортированный кусок из двух элементов. Добавляем двойку, находим ему место, куда вставлять. То есть обмениваем с предыдущим так, чтобы двойка встала на свое место. Дальше тройка точно так же ее обмениваем до тех пор, пока она не встанет на свое место. Пятерку уже на своем месте, шестерка на своем месте, тройку мы передвигаем постоянно влево, пока она не встанет на свое место. То есть что значит на свое место? Значит, по сравнению с предыдущим элементом, она, вот этот вот новый элемент, вот эта тройка, она оказывается больше, чем предыдущий элемент. До этого это не выполнялся, тройка оказалась меньше, чем и четверка, и пятерка, и шестерка. Четверку точно так же двигаем, четверку и так далее. Давайте попробуем с кодом разобраться. Итак, i это индекс того элемента, который мы добавляем очередной к нашему куску. Дальше мы начинаем вот с этого i элемента, смотрим j, это вот текущий элемент, где он находится, вот это новое значение. Если для предыдущего нарушаются условия возрастаемости, то есть предыдущий элемент оказался больше, чем j, то тогда мы их меняем местами с предыдущим и передвигаем наш указатель назад. И так далее, то есть сдвигаем его, пока он вот это условие не выполнится, или он не встанет на первое место. Хорошо, давайте обсудим сложность по времени и по памяти. Ну, по времени, смотрите, в худшем случае мы всегда будем уводить это вперед, в самом начале массива, и в первый раз такое движение требует один шаг, второй раз два и так далее, даем минус один. В итоге, как мы это уже обсуждали, сложность у от n квадрата. Лучший случай при этом у от n, то есть в случае, если вот этот вот цикл никогда не срабатывает, получается, если уже отсортированный массив, то сложность окажется у от n, или близкий, как к сортированному, тоже будет близко к у от n. А что насчет сложности по памяти? Здесь мы не используем никаких дополнительных массивов или таких сложных структур, только отдельные перемены, поэтому память константна. Теперь давайте обсуждать, как это все улучшить, как, как говорил Белый Рыцарь из книжки Алиса с Зазеркали, научиться соблюдать баланс. То же самое, как в быстрой сортировке. Когда у нас получался баланс слева и справа, то тогда мы достигали n логан. Когда он не получался, тогда мы скатывались до n квадрата. Здесь то же самое. Нам надо научиться баланс соблюдать. То есть хотелось бы не по одному элементу соединять сюжет сортированный, а взять отсортированный кусок, еще один отсортированный кусок, их соединять. И тогда это позволит нам вот такой вот переход от одного элемента к такому работе с пачками, с группами элементов. Нам позволит значительно ускорить нашу сортировку. Для этого давайте решим вспомогательную задачу. У нас есть два отсортированных массива. Мы их хотим объединить в один общий отсортированный. Например, вот в массиве a четыре элемента и в массиве b четыре элемента. Тогда объединять мы будем и получать массив из восьми элементов. При этом, смотрите, вот, например, пятерка, она там и там находится, да, два раза. Встречается здесь тоже так же два раза. То есть количество элементов, сумма вот этих двух. Как мы это будем делать? Итак, на самое первое место мы помещаем минимальность всех элементов. Но так как мы знаем, что у нас массив отсортирован, это возрастание, то минимальность всех а-шек это единичка. Минимальность всех б-шек это тройка. Поэтому нам достаточно выбрать минимум из этих двух. Хорошо. На следующее место надо, вот мы его поместим, минимум из вот этих вот помещать. Но мы точно так же, мы знаем, вот единичку минимум уже поместили. Из оставшихся в массиве a это следующий элемент, это пятерка. Минимальный из массива b также тройка. Поэтому минимум из этих двух, если помещаем, то это будет минимум из всех оставшихся. Поместили. И теперь нам нужно минимум уже из вот этих оставшихся. Окей. То есть, минимум вот из этих. Точно так же мы сместили вот этот указатель минимальный, вот этот уже поместили теперь в следующий элемент. И так далее. Мы можем работать двумя указателями. Первый указатель в массиве a это минимальный в массиве a из тех, которые мы еще не взяли. Второй указатель в массиве b, минимальный из тех, которые мы еще не взяли. И в итоге в массив c выбираем минимум из вот этих двух указателей, помещаем и двигаем этот указатель. Это будет следующий минимальный из тех, которые еще не взяли из этого массива. Хорошо. Давайте это с кодом разберем. Итак, i это будет указатель минимального из массива a, j и минимальный из массива b, k это тот индекс, куда мы записываем массив c. Двигаться мы будем до тех пор, пока у нас хотя бы один из массивов не закончится. Мы выбираем минимальный из оставшихся из массива a, минимальный из оставшихся из массива b, смотрим, сравниваем, какой из них меньше. И меньше из них, если меньше, это из массива a, мы его записываем в массив c и двигаем указатель минимума. И обязательно двигаем, соответственно, указатель того места, куда мы записываем массив c результат. Если B же минимально, то делаем то же самое с массивом B. Когда у нас закончится один из массивов или A или B, то все, что осталось во втором из массивов, мы просто переписываем в результат. Потому что все, которые мы уже записали, элементы, согласно логике, они меньше, чем вот этот остаток. Вот просто поэтому мы переписываем. Если закончились все элементы в первую очередь в массиве B, тогда это значит, что указатель A еще не дошел до конца массива A, и мы можем все элементы переписать. Если же указатель массива B не дошел, это значит, что закончились все элементы массива A, мы из массива B просто переписываем. Обращаю внимание, что переписывается только один из этих двух. Запускается только один из этих двух циклов. Не может быть одновременно и то, и то запускаться. Просто из-за вот этого вплоть. То есть мы останавливаемся, когда хотя бы один из исходных массивов заканчивается. И сколько времени потребуется на все? Ну, с одной стороны, можно подумать, что это N умножить на M, потому что вот здесь вот A и до N доходит и J и до M. То есть произведение, но на самом деле это получается N плюс M. Почему? На каждом шаге нашего вот этого цикла или вот этих циклов у нас K двигается на единицу. Суммарно K продвинется на N плюс M. Это размер массива C результата. То есть оказывается сложность N плюс M. По-другому мы можем сказать, что I двигается на каждом шаге или I двигается или J, но не оба одновременно. Поэтому и обязательно один из них двигается. Суммарно I и J пройдет I, M, M, J, M. То есть суммарно они N плюс M. Давайте теперь перейдем к нашему массиву. Итак, посмотрим на такую модификацию задачу. У нас есть два куска массива от FDM и смежное MO от M плюс 1 DR. И они уже отсортированы. Наша задача сначала их слить в один массив C, тоже для простоты индекса с индексами от LDR, а потом обратно записать A LDR. Получается у нас два куска отсортированных массива, и мы как бы вставляем все элементы из второго массива в первый и получаем отсортированный общий кусок. Или что то же самое, сливаем эти две части в одну. Сливаем этот массив C, а потом обратно переписываем. И в итоге получаем отсортированный вот этот полностью кусок. И это будет основная часть нашей сортировки. Так как это по сути то же самое, что в прошлый раз, только мы работаем с одним и тем же массивом, правда с разными индексами, поэтому у нас работа везде в массив A оказывается, но индекс A идет от R, индекс J от M плюс 1, и индекс K в результате тоже от LDR записан. Записанное для простоты, хотя можно было от нуля записать. Просто тут тогда придется немного мухлевать с индексами. Итак, и двигаться A до M, это последний элемент, и J до R, это, соответственно, последний элемент второй половины. Все остальное то же самое. В конце мы то делаем, мы переписываем из массива A, из массива C в массив A, а обратно вот этот вот отсортированный круг. Что насчет временной памяти? Как и в прошлый раз, сложность — это суммарное количество элементов двух массивов, то есть сумма размера первого куска и второго куска. А в данном случае всего там элементов R минус L. Но столько же и памяти надо. Почему? Потому что массив C — это тут дополнительная память. Это только нужно для операции. Поэтому размер массив C мы тоже учитываем. Ну, как я сказал, можно K start с нуля, и тогда сложность будет действительно сколько у нас элементов. Просто нам здесь тогда придется чуть-чуть с индексами посложнее работать. Но мы здесь оставим именно так, потому что для сортировки это не имеет большого значения, так писать или так. А на сложность памяти это не повлияет. При этом здесь чуть проще код. Итак, давайте перейдем к сортировке. Если у нас L больше равно R, то есть если левая граница... Мы хотим отсортировать вообще кусок массива от L до R. Если вдруг зашла левая граница правой, то ничего делать не надо. Если они совпали — это один только элемент. Мы тоже считаем, что один элемент уже отсортирован. А дальше делаем следующее. Режем на две половины посередине. Сортируем независимо левую, правую. Именно такой же сортировкой. А потом их сливаем. То есть вот мы отсортировали левую, правую. Именно посередине мы делим. А потом их сливаем. И тогда получится весь массив отсортированный. Соответственно, левую, правую половину мы сортируем точно такую же идею. Делим пополам, сортируем их независимо и сливаем. И правую половину тоже самое. И так мы делаем рекурсивно до тех пор, пока до одного элемента не дадим. В итоге, чтобы отсортировать весь массив, просто надо эту функцию выпустить для всего массива. От нулевого до последнего элемента. Что насчет времени? Давайте посмотрим. Здесь вот это все отрабатывает, и основная часть — это мердж. Она тратит время. Для того, чтобы слить две половины, нам надо n операции. На следующем этапе для каждой половины мы запустили, отсортировали. И чтобы слить каждую половину, нам надо n пополам, в свою очередь. И для второй половины тоже n пополам. С четвертинок мы собираем половинку и часть по n пополам. То же самое на следующем уровне и так далее до какого-то катого уровня. Как вы видите, здесь два слагаемых четыре, тут два в степени к слагаемых. То есть, в итоге, каждая тут сумма равняется n. Общая сумма — это n умножить на k. Когда мы останавливаемся, когда n делить на два в степени k равно 1. То есть, мы дошли до одного элемента. Поэтому k в данном случае равняется по определению log n. И другая сложность n log n. Обратите внимание, здесь сложность никак не меняется от данных. Потому что мы всегда четко делим пополам. И это деление по такой границе никак не зависит от того, какие там данные находятся. Это отличие от quicksort. В quicksorte мы смотрели на значение элемента. И он куда-то где-то оказался. И вот относительно него все мы резали. Здесь мы всегда по индексу, мы именно пополам делим. Поэтому строго n log n сложность. Но сложность по памяти у нас большая. Merge требует r минус l памяти. То есть, когда мы даже самый первый запускаем, эта сложность оказывается n минус 1 минус 0. То есть у от n. Сложность у от n по памяти. Так мы получили сортировку, у которой сложность по памяти, правда, у от n. Но зато теперь сложность по времени строго n log n. Что позволяет нам не заботиться о каком-то там лучшем или худшем случае. На следующем видео мы обсудим сортировку, у которой будет сложность n log n. Но при этом по памяти не будет таких больших затрат памяти. И она будет сложность по памяти маленькой. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok